ПОЛИТОЛОГ Также Коротченко отметил заявление российского президента о необходимости создания Азербайджана-Армянской комиссии по делимитации и демаркации границы при консультационной помощи России без вмешательства каких-либо третьих сил. Политолог напомнил, что Пашинян всячески пытался заблокировать встречу, отказался от поездки в Россию в годовщину подписания трехстороннего заявления. Планировал провести саммит без участия России в Брюсселе, где намеревался при поддержке ЕС и США устроить обвинительный процесс над Азербайджаном. Итоги сочинского саммита обнулили попытки Армении устроить в Брюсселе политическое шоу, считает Коротченко. Он также заявил, что Пашинян в Сочи вновь попытался внести решение всех вопросов между Арменией и Азербайджаном в рамке минской группы ОБСЕ. Однако попытки Еревана протащить переговоры о несуществующем статусе несуществующего сепаратистского образования через минскую группу были пресечены. Также в итоговое заявление лидеров Пашинян не смог протащить вопрос о так называемых армянских пленных, то есть диверсантах, подчеркнул Коротченко. Политолог также поделился прогнозами относительно реализации Зангизурского коридора до конца года. По его мнению, до саммита в Брюсселе Пашинян ничего делать не будет. Кроме того, Армения объявила о намерении участвовать в саммите демократии в США, где Пашинян и начнет большую геополитическую игру против России и Азербайджана. Сейчас еще больше активизируется армянское лобби – самодостаточный политический игрок на поле Южного Кавказа, считает Коротченко. Напомним, 26 ноября в Сочи прошли переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении. Встреча должна была состояться в годовщину подписания трехстороннего заявления – 10 ноября. Планировалось подписание документов, однако армянская сторона в последний момент отказалась от встречи.